Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Анастасия Смоловская, Олег Пеха, ее сегодня проведут. Добрый день. Да. Встречаемся и говорим мы все-таки на удаленке, учитывая вот наше такое непростое время. И сегодня мы будем говорить о рынке кредитования. И встречаемся мы виртуально с руководителем Altera LV, платформы сравнения кредитов Артуром Костиным. Здравствуйте, добрый день, Артур. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас слышно. Что нового на рынке кредитования? Какие изменения происходят в последнее... Ну вот вы замечаете какие-то, может быть, изменения, каких-то тенденций за последние, ну вот, последние недели? Ну да, на самом деле тенденции мы бы заметили довольно большие. И, то есть, движение, оно происходит и вверх, и вниз. Если мы говорим насчет потребительского кредитования, то есть, частных лиц, получается, что на сегодняшний момент люди действительно не совершают покупки, никто не покупает машину, не делает ремонт, не покупает какую-то большую технику, не принимает больших решений. Если раньше мы это думали, что так будет, то сейчас мы это в данных понимаем, что, наверное, на процентов 70 где-то упали такие покупки на сегодняшний момент, тем более в автоиндустрии, то есть авто довольно-таки сильно упало. Но есть и повышенный спрос. Повышенный спрос у нас, получается, на объединение кредитов и на рефинансирование. И это, в принципе, тоже то, что мы прогнозировали, потому что не только в Латвии, но и в других странах в момент этой эпидемии он очень увеличивается. И поэтому мы сейчас усердно работаем именно на перекредитацию клиентов и на объединение кредитов. Да, ну и какие, в принципе, вот можно сказать данные, вот если говорить о том, сколько примерно кредитов, на сколько процентов увеличивается спрос на объединение кредитов и сколько примерно вот в среднем объединяется кредитов? Ну, получается, что вот на данный момент у нас прирост и на объединение кредитов и на рефинансирование в Латвии, если я правильно помню, около 90%, и в Литве около 140%. А что человек получает, когда он объединяет кредиты? Почему это сейчас именно так выгодно и пользуется спросом? То есть раньше человек, например, платил несколько кредитов, а почему выгоднее, например, объединить? Ну, это на самом деле не только сейчас, это и всегда это было. То есть, ну, если у тебя много кредитов, и они довольно дорогие, ну, допустим, ты когда-то покупал телевизор в лизинг, не особо смотрел на процентные ставки и просто тебя интересовал ежемесячный платеж, который там является, допустим, 80 евро или 50 евро, тебе это казалось окей. Потом купил машину в лизинг, там тоже какие-то процентные ставки или взял кредит просто на ремонт, допустим, квартиры. И когда вот их 3-4 вместе сложилось, тогда, в принципе, их лучше объединить на такой более долгосрочный кредит, то есть не на год, не на два, не на три, а, может быть, на пять, и тогда ежемесячный платеж, он, соответственно, уменьшается. Плюс еще у такого кредита в основном у него ставка всегда ниже, чем у какого-то маленького кредита. И то есть это было всегда, просто на данный момент люди больше начали об этом задумываться, потому что, ну, с финансами у довольно-таки большой части населения на данный момент проблемы, и люди не знают, что будет завтра, и поэтому им становится это актуально. То есть всегда первая возможность, на что нужно пересмотреть, это свои личные финансы. Вот они на данный момент пересматривают. То есть это объединение кредитов, это может быть и чайник, грубо говоря, не знаю, тостер, совсем мелкий, вплоть до машины, что является достаточно крупным, как правило, кредитом. Да, вообще, в принципе, можно объединить для разного вида кредиты. А ипотеку? Ипотеку можно перекредитовать. То есть там, скорее всего, объединить тоже можно, но это довольно-таки не совсем выгодная сделка для клиентов. То есть под один кредит несколько, иметь несколько ипотек, но, в принципе, ипотеку тоже можно перекредитовать. То есть понятно, что ипотеку, может быть, не нужно бежать сейчас и перекредитовывать. Если есть какие-то проблемы, то мы знаем все, что на данный момент банки идут навстречу, и Luminor, и Citadel, и Swedbank, и Seppbank, все ипотечные наши банки, они идут навстречу, они готовы разговаривать насчет кредитных отсрочек. И там единственный вопрос, что ты платишь, или ты платишь проценты, или ты не платишь ничего. именно на момент эпидемии, когда она закончится. Ну, так что ипотеку можно, просто это, я бы сказал, второстепенный. Если уже ты совсем не можешь как-то договориться с банком, тогда в ипотеке тоже это возможно. Сколько примерно кредитов, есть ли какая-то статистика у людей среднестатистического, латвийского, может быть, или литовского, если мы говорим о Прибалтике, человека, и вот сколько кредитов выгодно? Может быть, есть какая-то вот хитрая схема, там два не выгодно, три уже выгодно, или как? Выгодно это начинается, в принципе, с одного, потому что как только просто эта процентная ставка, она меньше, так это и является выгодно. Но вообще в среднем, по статистике, в Литве это немножко больше, то есть средняя сумма, которую объединяют люди, это в среднем 7 тысяч евро, и это в среднем 3 кредита. В основном это вот, в данном случае, получается, что маленькие. И в Латвии это 2 кредита и 5 тысяч евро. То есть мы говорим совсем об усредненных цифрах, но понятно то, что есть люди с 5 и 6 и 7 кредитами, и им тоже это выгодно, им даже более это выгодно. А может человек, например, у него там 5 кредитов разных, он может быть 3 объединит, и 2 оставит, вот как они есть. Такие тоже бывают случаи? Или в этом нет смысла? Да. Нет, в этом есть смысл. Просто, допустим, если вот у вас 3 кредита, они довольно с высокой процентной ставкой и 2 с низкой, и вы не хотите вот эти 2 с низкой объединять, то их можно не объединять, а объединить именно эти 3 с высокой и получить там тоже низкую. И тогда, ну, у тебя будет 3 кредита. Единственное вопрос, готов ли тот банк уже этот новый, который объединяет эти 3, на это, зная то, что у тебя есть еще 2. И тут не только банк хочет, не хочет, тут еще есть регуляция, которая позволяет или не позволяет тебе это сделать. Поэтому я бы сказал, что да, это возможно, но просто вероятность немножко поменьше. Если говорить про, когда объединяет кредит кто-то, объединил несколько, у него существует вот это, ну, все равно это кредитная линия, но при этом он, например, хочет тот же телевизор взять на 3 месяца, разделить эти платежи. У него такая возможность будет? Или это уже как бы запись о том, что у человека есть некая задолженность? Я извиняюсь, я плохо слышу. Можно еще раз повторить? Что делать, если, например, у человека объединен кредит, он соединил несколько кредитов вместе, но при этом через какое-то время он чувствует уверенность и готов, например, взять телевизор на 3 месяца, разделить платежи и, ну вот, в лизинг взять на 3 месяца телевизор. Ему выдадут этот телевизор с учетом того, что есть объединенные кредиты или нет? Это все зависит от его платежеспособности, от его доходов. В среднем я бы сказал то, что вот если у тебя 1000 евро доход, то примерно 40 процентов ты можешь тратить на кредитные платежи, то есть 400 евро. Если у тебя 400 евро уже на данный момент является ежемесячный платеж за твои кредиты, то больше, скорее всего, не получится. Ну или если получится, то в каких-то компаниях, у которых большие проценты. Но вот если так усредненно, опять-таки же говорить, то тогда нет. Ну, то есть если у человека, у данного, о котором вы говорите, у него будет ежемесячный платеж 20 или 30 процентов от его зарплаты, тогда, конечно, у него получится. Если это будет уже превышать 40 процентов, тогда, скорее всего, нет. Как все-таки вот самому понять, что выгоднее, как со всеми процентами, ставками разобраться, какие кредиты объединять, какие нет? То есть вот есть ли возможность на Altera, например, LV, ну вот на сравнении кредитов, получить какие-то консультации, предложения по этому? Да, ну для этого, ну и в прошлом раз тоже говорили, для этого этот сервис, он и сделан, потому что когда-то давно такой платформы не существовало. Я когда-то давно тоже сам работал в банке, и клиенты приходили и уходили. Я понимал, что они сравнивают, что они где-то ищут и ходят. И потом, мы когда сделали такую платформу, то есть перед такой нуждой ходить по банкам больше не нужно. Ты можешь заходить в одно место и смотреть. То есть а что можно там сравнить? То есть это можно сравнить сумму, процентную ставку, ежемесячный платеж, общую переплату и вид подписания и получения твоего кредита. То есть каким образом ты можешь его получить? Я даже скажу, что на данный момент очень много клиентов выбирают все-таки не идти в филиал. Есть банки, у которых, к сожалению, нет отдаленной подписи на сегодняшний момент. Они используют, они только могут с тобой физически подписать договор на месте. А в свою очередь клиенты далеко не все хотят выходить сегодня в люди и ходить, идти в банк филиал, что очень даже нормально. И поэтому они выбирают банк тот, который может с тобой заключить договор отдаленно. и у нас видно в системе, где можно договоры закончить отдаленно. То есть на этот спрос теперь тоже есть. Существует ли причина, по которой человек откажет в объединении кредитов или в перекредитации? Банк или человек? Человек. Нет, имеется в виду, банк откажет человеку? Нет, ну что, ресурс? Когда человек сам не хочет. Нет, когда человек хочет, но ему говорят, вот есть какие-то непреодолимые условия, из-за которых мы вам отказываем в перекредитации, потому что то-то и то. То есть банк отказывает человеку? Да, ситуация. Или мы вам отказываем в объединении кредитов, потому что то-то и то. Или нет никаких препятствий? Препятствия, конечно, есть, если есть какие-то задолженности по этим объединению, по кредитам. То есть если если ты понимаешь на данный момент, вот давайте можем так даже разобрать ситуацию на сегодняшний момент, если вот у человека он справлялся своими тремя кредитами, он их мог платить, все было хорошо, сейчас получилось так, что он не знает, будет ли доход у него в следующем месяце. И теперь становится вопрос, что делать? Или не платить кредит, и попасть в список должников, но остаться при этом с меньшим количеством денег на руках, или платить, ой, вернее, не платить кредит и остаться с деньгами, или платить кредит и остаться без денег. Тогда получается, что ни один, ни второй вариант не особо здесь подходит, потому что если ты не платишь кредит, то ты будешь в списке должников, а потом когда-то у тебя ипотека может не получиться, и тебя больше не сможет никто объединить. То есть если у тебя есть задолженность активная по кредитам, и ты уже являешься не платильщиком, тогда, конечно, банк не сможет предоставить такую услугу тебе. Но если еще, ну, если ты на данный момент у тебя все хорошо, и ты успеваешь их платить, просто ты хочешь уменьшить ставку тогда, и ежемесячно платешь, тогда да. То есть препятствия, они рождаются в том случае, если ты уже активно являешься должником. То есть до такой ситуации лучше не нужно было бы доходить, чтобы не платить свою кредитную историю. А уже заранее подумать, если у тебя есть какие-то кредиты, сможешь ты их платить, если ты думаешь, что нет, тогда нужно взять реквизитацию и платить меньше. То есть лучше заблаговременно уже поздно, когда должен. Лучше заблаговременно попробовать договориться. Ну вот это сама политика, и некоторые люди в политике страуса, то есть они боятся, уходят от проблемы, они до последнего пытаются эту проблему оттянуть. То есть на ваш взгляд лучше честно прийти в банк и сказать, что возникли проблемы и давайте решать их вместе, да? То есть такая позиция лучше? Ну, такая позиция, наверное, в любой жизненной ситуации лучше. Конечно, также финансовой. Да, ну вот мы все говорим про частных, ну, физических лиц, а все-таки насколько сейчас обстоят дела у предприятий и какая здесь ситуация? У предприятий интересно тоже. Я даже скажу, что предприятия, они именно первые, кто испытывает этот эффект, потому что сначала только идет эффект на бизнес, а потом на человека. и мы понимаем, что есть очень много отраслей и предприятий, которые на сегодняшний момент пострадали, им нужно финансирование, они заполняют тоже у нас заявки и сравнивают вообще свои возможности, есть ли такие возможности вообще. на второй стороне есть предприятия, которые наоборот сейчас развиваются. И мы зачастую видим то, что есть компании, которые поставляют какие-то товары для продуктовых магазинов или для производства, которое связано с чем-то, что сейчас не будет спроса на данный момент. То есть у них объемы растут и они к нам обращаются за тем, чтобы увеличить свои оборотные средства, чтобы они могли купить какую-то новую производственную технику, увеличить рабочую силу. То есть они развиваются, им нужны деньги именно для развития бизнеса в таких нормальных обстоятельствах. Ну и да, есть те, кто сейчас теряет. А насколько, если вот те, кто раньше действительно не интересовался финансированием предприятия, могут использовать возможности, те, которые до сих пор вот ух, может быть, ну, ускользали из зоны их внимания, то есть вот, что бы вы могли предложить предприятиям, какие продукты, финансирование, на которые, может быть, ну, действительно, еще спрос не так велик, но они просто могут сейчас реально выручить, работать? Ну, видите, как такой продукт, он всегда тоже существовал, как факторинг, то есть это финансирование счетов. И получается, что на данный момент это на него большой спрос опять. То есть это как вот у нас сейчас на рефинансирование большой спрос, так и здесь теперь на факторинг. Потому что кредитование, оно немножко вообще остановилось, кредитование предприятия, потому что ни банки, ни другие компании сейчас не понимают, можно ли давать взаим там по другим компаниям денег, особенно которые из тех отраслей, которые столкнулись с проблемами, и поэтому банки ну, довольно беспокоены насчет этого, и они такого простого вида кредитования, оно довольно затруднено. И если посмотреть на счет факторинга, то есть как можно получить эти деньги все-таки, если ты столкнулся как предприниматель сегодня с проблемой заказов, и что у тебя их нет, или их очень мало, и тебе нужны деньги, дополнительные средства, тогда можно использовать факторинг. Факторинг это значит, что ты, допустим, выписываешь кому-то свой счет, и кто-то тебе должен заплатить, и он тебе платит через 90 дней или через 30 дней, то есть это счет со срочки платежа, а деньги тебе нужны сегодня, ты берешь этот счет, просто отдаешь компании, которая его финансирует, то есть ты выписал сегодня счет, тебе должны через 30 дней заплатить, но ты этот счет дал компании, и тебе отдали сразу деньги, и через 30 дней уже эта компания вернула деньги от твоего заказчика. Такая, ну, хитрая схема, по-моему, она вообще появилась еще даже в 19 веке, когда в Америку везли товары, и получить деньги за товары обратно было очень и очень сложно, ну, в смысле, по времени, это долгая была процедура, предприятиям нужны были оборотные средства для того, чтобы там производить текстиль. Вот насколько факторинг сейчас может выручить те предприятия, которые нуждаются в какой-то такой подпитке денежной? И в каком объеме можно его использовать? Объема, там лимита нету, то есть получается так, что если ты сегодня, на сегодняшний день работаешь в какой-то, у тебя есть какая-то своя компания, и даже если у нее какие-то плохие финансовые показатели, или она полгода обратно зарегистрирована, или на три месяца обратно зарегистрирована, то есть она не финансируема как кредит. Кредит такой компании не получится взять, но факторинг получится. Главное иметь на руках счет, что ты выписал счет компании, которая может быть финансирована. То есть допустим, я продаю яблоки и поставляю их максимум или в Реми, и Реми у меня покупает эти яблоки, и Реми ведь будет потом платить по этому счету, будет просто попозже, и вот это вот просто попозже можно решать сегодня. То есть если у компании есть счет какой предоставить, тогда можно финансироваться. И насколько это спасает ситуацию, я бы сказал что очень, потому что если у тебя нет денег, у тебя меньше заказов, но они есть, плюс тебе еще эти деньги нужно ждать от своих партнеров, которые тебе будут платить потом. Это единственный вариант данный момент. Но с другой стороны, ведь я понимаю, что эта услуга не безвозмездная, и наверняка вот компании, которые осуществляют вот эту услугу факторинга, берут за это какой-то процент от суммы, вот насколько здесь, какого рода это могут быть проценты, и отличаются ли они, если какие-то стандартные, например, уже установленные проценты? Ну, в стандарте это примерно от 1 до 2 в месяц. То есть, вот, допустим, ты, ну, в среднем это даже 1,25, 1,5 процент ежемесячный. То есть, я не могу сказать, это много или мало, это все зависит от маржинальности твоего бизнеса, но если так сделать очень просто, то ты купил за 5 и продал за 10, но тебе эти деньги, которые здесь, они тебе не идут. Ну, у тебя здесь получается, что маржинальность стопроцентная, почему ты не можешь заплатить в течение одного месяца вот этот 1% или 1,5%? Ну, что можешь, здесь нет проблем. Есть, конечно, бизнесы, где очень большой оборот и маленькая маржинальность, там, конечно, нужно высчитывать как бы более детализированно, чтобы, то есть, можно увеличить оборот, даже если у тебя маржинальность немножко больше, чем этот процент, который ты плачешь в факторинге, то ты просто можешь больше сделать сделок и получить уже в количестве евро больше денег. И опять-таки, а Альтеро ЛВ здесь может помочь в сравнении предложений, которые сразу получат какие-то... Да, у нас есть в одном месте, я думаю, что практически все факторинговые компании, которые занимаются сейчас активно, может быть, каких-то неактивных и нет, но активных компаний, которые занимаются факторингом, у нас не есть те. И, то есть, можно в одном месте заполнить заявку, сказать, что вот хочу получить финансирование и обязательно получится предложение или как минимум консультацию от нас по телефону. и не обязательно чтобы был это факторинг, это может быть любой продукт. Если просто кому-то нужно финансирование, то и мы получаем такую заявку, тогда уже мы в первую очередь рассматриваем заявку со стороны какой продукт здесь более подходящий для данного предпринимателя. И потом уже сравниваем этот продукт между компаниями, которые все предлагают, чтобы ему было это более выгодно. И с нашей стороны это бесплатная услуга. Что вы в общем можете посоветовать людям, которые сейчас может быть кто-то остался без работы или стоит на так называемом простой, у него нет работы, может быть он получает пособие, может быть нет. В любом случае человек находится в домашних условиях, сейчас работы нет. Стоит ли ему совсем расслабляться, не думая ни о чем, или это наверное не время для того, чтобы так совсем беззаботно, а наоборот думать о том, что делать потом, как восстанавливаться, восстанавливать свое предприятие. или может быть там кто был под кем-то начинать что-то свое? Ну, я думаю, что, конечно, отчаиваться не нужно, просто нужно быть сфокусированным и активным, и нужно здраво понимать, что происходит с твоим бизнесом на сегодняшний момент, если твой бизнес находится в той отрасли, которая сейчас не востребована на данный момент, то нужно в первую очередь слезать все издержки и постараться этот бизнес сохранить, если это возможно. Если это невозможно, ну, тогда просто как-то перефокусироваться, потому что то же это предприятие, оно может заниматься другого вида деятельностью, осуществлять какие-то другие доставки. Вот, допустим, в ресторанном бизнесе, это очень мы видим, то, что рестораны на улице больше не работают, в основном, или очень мало работают, как-то у них оборот упал, его практически нет, но они все сейчас доступны с доставкой на дом, то есть вот рестораны не смогли перефокусироваться на эту доставку на дом, чтобы какой-то момент все-таки это пережить, этот момент. Главное здесь именно пережить, но если не получается, тогда всегда есть возможности какого-то другого бизнеса, то есть кризис, если он вообще есть, тогда ты начинаешь, ну, эзотическое мышление у тебя включается, и ты начинаешь по-другому искать какие-то новые возможности, они зачастую лучше, чем предыдущие. То есть можно сказать, что любая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это просто открытые двери для новых возможностей бизнеса, ну, чтобы эти проблемы решить? В том числе. Скажите, вот вы уже, Артур, говорили о том, что как пришли, вот что вы работали в банке, но вот как ваш бизнес появился, не было ли, ну, проводя какие-то может быть аналогии, это как раз таки тоже идея вот этого бизнеса пришла по схеме не было бы счастья да несчастье, помогло. идея пришла просто в процессе работы, работы в банке, что, ну, ты видишь, что люди ходят по банкам и смотрят, что такого сервиса нету, так она, в принципе, и пришла, но на данный момент, если вот мы говорим, что сейчас есть какие-то проблемы, да, конечно, и сейчас есть другие возможности, новые возможности, но возможности, действительно, очень много отраслей страдают, очень много отраслей стоят, очень много отраслей хотят сохранить свой бизнес и думают, что делать, и это понятно, и это нормально, но в то же время есть новые возможности, те же доставки, ну, я не хочу, наверное, перечислять, что именно, но возможности новые есть, при спальде работает одно, при росте работает другое. Оставаться дома, не болеть, и подумать насчет, я думаю, финансов в том числе, и насчет медиа сейчас, я скажу, что довольно тяжело, если смотреть медиа, вот с утра как бы с утра до вечера смотреть одну и ту же информацию, потому что информация дублироваться, но это довольно тяжело воспринимать, ну, то есть одну и ту же информацию, понятно, что надо следить, но я бы посоветовал, чтобы, может быть, люди, ну, не настолько сильно расстраивались, а больше следили действительно за тем, как они ведут себя, то есть, ну, вот много-много разных блогов теперь появилось про то, что как-то люди выходят, куда-то на улицу толпят, еще чего-то, просто соблюдать какие-то правила, которые в министерах пишут, и, ну, обязательно не отчаиваться, просто подумать насчет своих личных финансов, насчет финансов своего бизнеса и каких-то новых возможностей, тем более, сейчас уже ветра, солнце. Спасибо большое, Артур Костин, создатель, руководитель платформы сравнения кредитов Алтеро ЛВ сегодня был с нами на связи. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое.